У Москвы точно были какие-то достаточно радикальные планы в связи с невыделением до известного момента помощи, который почти 6 месяцев обсуждал шутки-шутками со стороны Соединенных Штатов, Конгресса, Украине. И поговаривают, опять же это всегда, знаете, очень условно, что это было связано с тем, что Москва строила планы относительно Харькова, других каких-то крупных пунктов с учетом выделенной помощи и меняющихся отношением военных возможностей, ну в частности пополнением боеприпасов и снарядов, в частности, снарядов, в частности, у Украины за счет американской помощи, планы поскромнели. Вот так говорят, сейчас 7 пройдет инаугурация, 9 мая, известно, да, а дальше они, возможно, что-то и предпримут. Они готовятся к летней кампании наступательной, это очевидно. Вы считаете, что Москва действительно рассчитывала раз, это первый вопрос, что вот эти лоббисты, условно их так назовем, агенты влияния, ну в широком спектре, да, помогут в решении вопроса блокирования помощи американской, тем самым помощь окажут в военных действиях самой Москвы и наступлении, действительно захватите значительную часть территории Украины, о чем и сам Макрон говорил, мы, говорит, введем контингент, если увидим серьезный прорыв фронта со стороны российских войск. И второе, это, ну, скажем так, а насколько поскромнеет планы Москвы? Означает ли это, что до ноября месяца, пока не пройдет выбор в Соединенных Штатах, победит либо Трамп, либо Байден, именно Москва продолжит некую выжидательную позицию, даже если предпринят какие-то боевые действия, то они там ограничены часовым яром, или там, не знаю, районом Авдеевки, где они продвигаются по деревенькам, но каких-то больших, крупных операций с заходом в крупные города, такие как Харьков, ну, в общем, выделение этой помощи, оно блокирует эту возможность. Что вы думаете? Да тут дело не даже в непрезидентских выборах, тут навсегда, forever, возможность вот такой крупной победы на тысячекометровой линии фронта, прорывы, взятия, это все закончилось навсегда, потому что эту реальность увидели западные лидеры воочию и поняли, какой это, даже самые пророссийские настроенные люди, как Бернс, они увидели, какой катастрофы это грозит Западу, то есть этого уже не будет никогда. Это очень, это фактор такой достаточно свежий для российского руководства, ну, собственно, когда это все определилось, в конце апреля, ну, вот у них недели две на размышления, ну, вы тоже, наверное, как и я, заглядывайте в их телеграм-каналы, посмотрите, играем глаза на их сборище, ну, там тяжелое настроение, тяжелое настроение. И вот в этом связи, вы знаете, хочу даже просто посоветоваться с вами, интересно, как ваша точка зрения. Вот с этим самым, с государственной изменой Тимура Иванова и, соответственно, Шойгу, ну, много гипотез там, ну, слушайте, там, всем же ясно было, что все это было не только известно тому же лично Путина, все это им было создано, абсолютно коррумпированный министр обороны, ненавидимый военными. Самый страшный сценарий для Путина был военный, военный профессионал министр обороны, пользуясь доверием военных, это стопроцентный военный заговор. Вся эта система этого воровства, Шойгу подчерялась Путиным, все он знал про Тимура Иванова, вдруг вот такое разоблачение. Вот так, поуправнявшись разных гипотезов, там, какие-то конкуренты, какие там черты конкуренты, все это контроль лично Путина, лично им было принято решение по тотальной дискредитации руководства Министерства обороны. Вот некий комментатор, я вот начинаю задуматься на этой точке зрения, видит как первую реакцию на те новые принципиальные события. Ведь произошли события, которые вы перечислили, которые справедливо, справедливо меняют перспективу ближайших месяцев и не исключают, не исключают возможность серьезной неудачи российских вооруженных сил в ближайшее время. Ну, мы же видим. Давайте так еще раз просто напомним мой любимый тезис о характере таком двухкамерной формуле российско-украинской войны. С одной стороны, это громадная линия фронта, где, как еще несколько лет назад, или, по-моему, давно уже, это было в эпохе, генерал Заужин назвал патовой ситуации, война на истощение, по примеру Первой мировой войны, в которой стратегически прибывочно обладает Россия. Ну, большая мобилизационная масса, меньшая цена сельской жизни, развитая ВПК и так далее. Но есть другая часть в этой войне, то, что Клаудинс называет цен тяжести войны, Крымский полуостров, абсолютно уязвимое место российской военной машины, где, смотрите, голыми руками практически, не обладая ни флотом, ни авиацией, Украина выкинула Черноморский флот оттуда ежедневно, ежедневно атакует Крымский полуостров. Вот сейчас, кстати, я уточню, я не знаю, вы разбираетесь в этих, в эксплозив, уточняют, что взрыв мощностью 15 тонн ТНТ. Наверное, это очень большой какой-то взрыв, эксперты поймут. Масса сообщений, честно говоря. Но то, что Крымский, то, что сейчас, когда есть, видимо, есть часть самолетов, но о самолетах мы сейчас поговорим подробно, по-моему, это лежит в центре доктрины Макрона, есть и самолеты, которые эффективно используют те же сообщения. Я думаю, что задача ликвидации Крымского моста, она просто на повестке дня. Так вот, в этой ситуации Путин, как игрок, рассчитывающий разные варианты, должен отложиться на серьезную неудачу. И надо подготовить виновных. Вот если там завтра или через неделю Крымский мост будет взорван, то виновными назовут, конечно, вот Шойгу, который вместе с Тимуром Вановым прорывал. А кстати, кстати, наш старый друг Ходоренов недавно отметился. Он сказал, да, да, и с Том Шейдом, и это, они еще бьют. И какие же идиоты наши руководители военных Крыму, которые не построили ангаров на самолете. Ведь они же сейчас расстреливают незащищенные аэродромы, наши незащищенные аэродромы. Один снаряд там, там кассетные снаряды, один выстрел может уничтожить там десяток вертолетов. По-моему, идет такая, вот вся эта шумиха вокруг проваловавшихся военных, узнали они много про это. Это подготовка назначения виновных за некую крупную военную неудачу, которая сейчас, да вообще сейчас в перспективе ближайших месяцев, скорее крупные военные неудачи, чем прорывы фронта и прочее. Нет, все успехи российской армии закончились. Понимаете, ситуацию довели до предела, и этот предел ужаснул. Ужаснул даже, вот пример Бернс очень показательный, даже таких пророссийских людей до администрации, и он ужаснул Европу, к которой Макрон каждый день говорит о вооруженных силах. Еще раз повторю, это совершенно, да, совершенно не случайно он, вот он не ввел, еще не послал ни одного самолета, но уже на него эффект его инициативы был очень большой. И в Соединенных Штатах, конечно, вот эта макроновская претензия на роль лидера свободного мира, она задела заживое остатки глубинного государства, тех же регионов, скажем, в первую очередь. И вот его жесткий ответ на ядерный шантаж, кстати, под влиянием всяких Соловьевских эфиров, у многих такое, ну что в Франции, когда она на ядерной державы, там несколько ракет, а у нас там Посейдоны, Хридоны, там, Сарматы, Хриматы. Ну, сообщаю официальные сведения, в Франции 387 стратегических боеголовок, стратегических ядерного оружия, у России по пока еще формально, де-факто действующему договору с АНБ с американцами на боевом державстве развернуто что-то, я не знаю, помню, 600 или 800, то есть абсолютно сопоставительно, говорить-то не о чем, не о чем, понимаете? Ну, говорят, в складах, там еще несколько тысяч. понимаете, в ядерной войне она не будет складами, в ядерной войне все будет лежать первые 10 боеголовок, которые уничтожат политическое руководство, столицу и все. эти хвосты 600 и 300, они никому не нужны. Они нужны только для шантажа, который Путин использовал. Ответ Макрона был очень. Он просто два сердечных удара получил Путин, но знающие люди в генеральном штабе прошли эти сигналы, что, во-первых, на конвенциональном уровне все, никаких продвижений на линии фронта за счет больше человеческого мяса не будет. Это не допустит Америка. А вот Франция готова будет поставить, я уверен, что Франция поставит. Вся риторика Макрона подводит к одному. Когда он говорит, мы поставим вооруженные силы, ну да, конечно, он принял участие в этой кампании тревоги по поводу прорыва фронта, что если порвется фронт, мы поставим их. Но теперь фронт не порвется, ему не надо ставить пехотные дивизии, чтобы заменять украинские на линии сопротивления, тем более нет подготовленных делений. У него есть самолеты, ракеты, все это вооружение, которое поставит украинская армия. И не зря он говорил, что я уже поставил. Понимаете, вот одна из самых, самая, пожалуй, сейчас уязвимая для нас красная линия, это дурацкое представление о том, что за штурвалами западных самолетов в Украине должны сидеть только украинские летчики. Это резко ограничено. По всему уважению к украинским летчикам мы же видим, что это не так просто их подготовка. Два года уже готовится. Ну, максимум может быть 40-60 летчиков. 100 летчиков, а еще 100 самолетов, а еще лучше 200. Они решат вообще, вот крымскую часть войны решат, ну, я не хочу сказать, в дни, в недели. Французы, ведь нужно посылать не отдельно каких-то летчиков, только-только подготовленных, а сложные авиационные подразделения французских «Миражей», британских тайфунов, шведских «Риппенов». Кстати, недавно, три недели назад в Румынию прилетела эскадрилья британских тайфунов. Да, и, кстати, с Радуровым, вот мне вчера я говорил с украинцами, мне объясняли, что да, есть и самолеты, да, уже, но основная проблема сейчас ангара, как их сохранять на украинских аэродромах, да не надо их на украинских аэродромах, они должны взлетать с аэродромов Финляндии, Румынии и Польши, и я думаю, что это тоже логически вытекает из доктрин. будут бить, будут русские бить по этим, ну и что, долго они не пробьют. Вообще, есть поразительные для русского уха цифры, на складах НАТО находится 6 тысяч самолетов Ф-16, а это только Ф-16, АФ-35, а французские уже там миражи, тайфуны, торнадо и так далее. Ну, авиации в случае ввода самолетов в западных стран с указанных аэродромов, ну, Россия, а у русских сейчас 100 самолетов осталось. Вы в Киеве общаетесь, украинцы это знают. То есть, русская авиация просуществует несколько дней. Это ввод самолетов западных, да что вообще с этим, ну, если надо, пусть дарут какие-то паспорта, что угодно, а лучше вообще не заморачиваться, а Макрон сказал, пацан сказал, пацан сделал, прилетели эскадрильи миражей и тайфунов и так далее. Во-первых, это решает вопрос, новый флоризон создается автоматически, уже каждый F-16, не говоря уже более современных самолетов, это летающая крепость противовозрочной обороны. Это решает вопрос Крымского моста в течение нескольких дней, но о чем говорить, я вот сейчас задумываюсь, я всегда говорю, что полная ликвидация российской группировки в Крыму, она решит исход войны, не только военной, но политический и психологический удар по путинской ощущается, я склоняюсь в смысле, что еще не дожидались полной ликвидации, просто абсолютная ликвидация Крымского моста, это акция, одна эта акция сможет привести к падению политической системы. то есть, вот эти последние события, наконец, твердая решимость Соединенных Штатов, возникновение двух партийных конгрессий по украински в Соединенных Штатах и в создании новой антанты французами и британцами создали очень здоровую, очень перспективную атмосферу конкуренции Франции и Соединенных Штатов и заподлинное лидерство в свободном мире, а подлинный лидер должен внести наибольший вклад, как справедливо высказал Макрон, поражение Российской Федерации. Так, 18,5 тысяч нас смотрят и 70 с лишним тысяч поставили свои лайки. У нас остается немного времени, потому что уже 44 минуты мы в эфире. Буквально последний вопрос, Андрей Владимирович, давайте обсудим обсуждавшуюся и предстоящую в июне конференцию в Швейцарии по формуле Мира Зеленского. Там вроде бы Китай собирается участвовать в качестве наблюдателя. Москва твердо отказалась в любом виде участвовать в этой конференции. Ну, разумеется, и понятно, что там будут обсуждаться принципы возможного регулирования войны в Украине, которые предполагают следование нормам международного права, которые исходят из нерушимых границ суверенных государств в Украине, в частности. А для чего нужны эти конференции? Какой пользы от них можно ждать, если ждать вообще? Ну, вот риторический вопрос, но тем не менее вписывающийся во всю логику нашего обсуждения, собственно, как себя исчерпывает путь переговоров, мирный путь или квазимирный путь? Вот о чем речь, потому что даже на Западе остаются эпигоны возможного урегулирования через переговоры, не только активные, типа, как Вашингтонская администрация в лице Селивана и Бернса, но есть и другие, которые считают, что, ну, вот тупик-тупик, война невозможна, давайте любой ценой, любыми путями будем искать мирного урегулирования. Вот так ставят этот вопрос. Ну, во-первых, вот это, в такой формировке она уже, она уже старела и редко встречается. Ведь тупика-то нет. Есть тупик, да, на линии фронта тупик, вот в этой первой войне, а во второй войне за Крымский полуостров развертывается, прослеживается и психологическое, и политическое, и военно-стратегическое превосходство Украины. А что касается конференции в Швейцарии, так она тоже будет, атмосфера на ней будет складываться под влиянием текущих событий. Вот тот поворот в настроениях в Соединенных Штатах и Европе, он, безусловно, скажется, в том числе и на позиции Китая. А если эта конференция через месяц примерно, да, а если за этот месяц эта новая атмосфера в США и в Европе выльется в какие-то серьезные успехи на фронте, ну, прежде всего, вот в уничтожении того же Крымского власта, это вообще, говоря, вы знаете, если так совсем грубо сказать, то результат этой конференции зависит от позиции Китая на нем. Да тот факт, что Китай туда поедет, это уже как бы сдача российской позиции. Вот очень интересный был визит Блинкина в Киев, извините, в Пекин, который, на мой взгляд, провалился в силу недостаточной тонкости Блинкина. Вот мой старый знакомый Генри Кисерджер, он, к сожалению, не дожил до тысячи одного года рождения. Вот он бы, ведь Китай понял, что его ставка на то, что или, значит, Путин победит Украину, или Иран победит Израиль, и это будет моральным уничтожением Соединенных Штатов, после чего он будет голыми руками взять Тайвань, он провалился, он провалился и с громадными экономическими потерями на Соединенных Штатов, говорит, за это, за шанс ухватить Китай, ухватить Тайвань после позорного поражения Соединенных Штатов в Украине или на Ближнем Востоке, СИЗО платил очень дорогую цену. Нарушились поток американских инвестиций, американские технологии, которые чудо сотворили в Китае. Ну, вот слушайте, последний, Китай же, во-первых, полтора миллиарда населения вышли из нищеты, потом он приблизился технологически Соединенным Штатам, путем там в рабство, заимствия, ничего угодно, гораздо ближе, чем в свое время к Советскому Союзу. Вот события вчерашнего дня, еще инерции вот этих успехов, плодов китайско-американского сотрудничества, китайцы запустили ракету, и я, кстати, сочувствую, желаю успеха принести почву, опросить почву с обратной стороны Луны. Это будет на фоне советских, российских провалов последних, так вот, и кси, элита китайская начинает принимать маршрую вопроса, вот ты нас заставил, блядь, плюньте на Лен Сиапина, изберите меня, значит, на третий слог, я вам привезу Тайвань, где Тайвань, и где наша система экономического сотрудничества, Сиона Штана, которая принесла нам все эти плоды, вот, и китайские публикации, последние, как бы, неофициальные, но вот, нашумевшая статья в экономис крупнейшего китайского русиста, профессора Пекинского Руссета, о том, что Украина обязательно выиграет эту войну, и вой просто, вой в российских телеграммах по адресу китайцев, все это заверяется о том, Китай готовится соскочить, но вот интересное такое совпадение формулировок, я заметил, когда Блинкин туда поехал, а он поехал за этим, убедить китайцев вообще, да, ну и реальные шаги там, они закрыли платежи через китайские банки, сокращают вот эти, реагируют на возможности вторичных санкций, ну поехал Блинкин, чтобы они додавали до конца эту линию, я тогда сказал, что китайцы ждут очень серьезного предложения, и вот есть такой массовый, китайский известный, мы ему одно время посоветили ему, он тогда проболтался, была такая установка, надеянно проболтался, что этот ковид выскочил из китайской лаборатории, на следующий день там китайцы устроили выворочку Путина, и они вырезали эту программу, и все, но у нас даже сохранилось, на нашем архиве, он лучший китайский, конечно, российский сейчас, так он сказал моими словами, китайцы ждали очень серьезного предложения, очень серьезное предложение привез им Киссинджер в 62-м году, слушайте, ребята, нахер вам эти северные варвары, давайте вместе с вами покончим, Блинкин неправильно себя повел с китайцами, вот он, помните, еще находясь в Пекине, он такой, гордо отставил заднюю ножку, я вот китайцев потребовал немедленно, а если нет, то мы сами, но китайцы не любят такой подход, он не конструктивный, и надо было по-другому, ребята, надо не негатив, надо позитивную платформу предлагать, ребята, ну что вы связались с этой швалью, они все равно нужно все проиграть, давайте сейчас не будем о сегодняшнем грозном, подумаем о серьезном, о мире после этой войны, в которой Россия явно потерпит поражение, мы, скажем, не надо даже этих слов произносить, можно просто подмигнуть, что мы с пониманием отнесемся к распространению вашей зоны влияния экономического и политического на, во-первых, на все территории, которые принадлежали Китаю до этих варварских договоров в середине 19 века, а так и на всю Сибирь, будем продолжать наше конструктивное сотрудничество, вот я поздравляю вас с замечательной лунной программой, там, кстати, видите, 90% всей технологии американские, давайте говорить о серьезных и приятных вещах, вот такой подход нужен был, и все равно рано или поздно он будет, китайцы, и Масов сделал тот же вывод, китайцы ждут очень серьезного предложения, и оно от американцев последует, они его примут, ничего их, никаких связей с северными варварами их ничего не связывает, они помнят и позицию России во время боксерского восстания, самые жестокие расправы с казаками проводили, они помнят, как Хрущев кинул со всей программы промышленности, отказал от помощи ягодной бомбы, как они с Брежневым они воевали, впервые на них применил систему ГРАД ненесчательную, ничего их не связывается, они просто вот, они немножко решили опередить с Тайваном ту Россию, ну товарищ Россию поправит, я думаю, что как раз вот Китай вот этот путь в указанном мной, товарищем массовом направлении за оставшийся месяц до конфиденции мира в Швейцарии проделает. Окей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова